Добрый день, добрый день. Посмотрите, какое заброшенное здание. Я заметила, в Веченце в центре очень много заброшенных зданий. Проходило вчера, да? Прямо вот целый огромный комплекс заброшенных зданий. Интересно, что здесь у этой стены. Надеюсь, не опоздаю на поезд. В 12.03 будет поезд. Что за стена крепостная? Короче. С этой стороны тоже, видите, вот закрыто все. Видимо, кто-то обанкротился. Целые комплексы зданий. О, боже мой, куда я выйду здесь, девчонки? Колокола бьют. Так что я еду в Падаво, такой солнечный, прекрасный день. После трех дней дождей свежайший воздух, яркое солнце. 22 градуса где-то будет. Я такая думаю, съездить за Мелиссой, хотя бы 2-3 часа с ней побыть, вывести ее на воздух свежий. Так как вчера мой сын и моя невестка ходили на свадьбу. Опять же, друзей. И может быть, они целый день будут спать, хотя мой сын после обеда работает. С утра они все время спят, потому что у моей невестки еще вечерняя работа. Видите, что здесь есть? Посмотрим. Так, здесь живут люди. Это у нас... Здесь живут люди. Боже, я, по-моему, вышла куда-то в центр. Это на самом деле крепостная стена. Надеюсь, не очень далеко от... От вокзала. Наверное, эти переулки идут в центр, да? Скорее всего. Но здесь что хорошо, здесь даже хитнес-клуб не нужен. Не нужен. Потому что мужского рода клуб. Здесь ходишь, и накачиваются ноги. Я в своих старых кедах, Кристиан Диор, самых удобных, самых любимых, внутри себя подумываю, купить еще такую же пару. Смотрела онлайн. Есть еще бежевая и такие же синего цветов. 990 евро стоит. Офигеть и не встать. Когда они вышли, они всего 750 евро стоили, помните? А я за 850 купила, по-моему, два года назад. Или год назад, или полтора года назад. В них ноги не устают и дышат. Но, к сожалению, все вот эти вот мостовые итальянские камни, они натирают подошву, протирают резину и потихоньку консумары подошву. Что тут едет? Куда я выйду? Аюто! Красиво, красиво очень. Я хочу вот сейчас показать, как красиво кипарисы. Посмотрите. По-своему, Веченца такая интересная по-своему архитектура. Немножко отличается от архитектуры Падова. Ой, вчера смотрела такой сериал Дорама. Корейская Дорама. По-итальянски Курьяна будет. И называется Девушка в маске. Такой фильм вообще. Я в шоке была. В конце даже расплакалась. Так жалко было женщину. Вот так бедные женщины. Которых хотят использовать только как объект объект для как это называется. Ну, сами понимаете, о чем идет речь. вынуждают их женщин как бы в ответку делать внезапно, как бы не специально, а внезапно как говорится, убить жестоких мужчин. к сожалению, их не оправдывают. Все равно отправляют в тюрьму на всю жизнь женщин, которые в защиту себя убивают мужчин. О, боже мой, что это такое красивое. Парк какой-то. Посмотрим, что здесь за парк. Это что, частное заведение, что ли? По-моему, частное заведение. Кипарисы. Красиво так. Цветочки. Наверное, частное заведение. Потому что написано, что... Так, посмотрим, что написано. Одна фамилия написана. Вот живут люди, а. Вот это, наверное, вилла. Боже, куда я выйду? Мне кажется, я выйду в центр. Зато здесь, что хорошо, я хорошо, что нашла эту дорогу. Я здесь буду всегда ходить, накачивать мускулы ног, мышцы. Мышцы или мускулы. И здесь нет машин, здесь нет шума машин. Что хорошо, мне нравится. Так. Спортивные бабушки. О, это такая долгая история. Девчонки. Здесь все виллы. Наверное, очень дорогие. Раз в такой тишине живут и среди холмов и деревьев. Так. Боже, я выйду не к вокзалу точно, потому что этот переулок идет все правее и правее. о, боже мой, куда я выйду? Потерялась в переулках. А здесь что такое? Ага, здесь какой-то парк. Видите? Со скульптурами. Люди ходят. Красиво. Холмы. Посмотрим дальше. Мне надо сойти. А то в 12.03. Так, уже без 10-12, девчонки. Господи, я так хочу успеть на поезд и увидеться с Мелиссой. Надену маску. ой, я вообще ушла, по-моему, в другую степь. Сейчас спросим у людей. Хоть бы какие-то индикации не писали, да? Камина рой. Мама, не удастся, не удастся. Не удастся, не удастся. Не удастся. Бонжорно. В стационе трена в какой-то парте? А, да джун. Градси, градси, эмили. Валмара. А, Монтаберико белисимо. Такие виллы красивые. А, поняли? Монтаберико наверху. Все-таки спортивные. Хотела показать вот эти вот скульптуры. Боже мой, боже мой. И, в общем, там было семь серий как раз вот под насморк, лежать под одеялом и смотреть фильм семь серий по часу. Семь часов просмотрела до 12-30 ночи. А потом, как заснула с аспирином, 9-30 проснулась, 9 часов проспала. Вот самое лучшее при болезнях, при любой болезни, это хорошо выспаться. наконец-то выспалась. У меня сегодня выходной. Ой, я, по-моему, очень далеко ушла. Девчонки, всех салютую. Мне надо бежать, успеть, потому что если я поеду еще до Муртиза, где они живут, мой сын и моя внучка, то это будет долгая история. Ой, смотрите, как красиво все. Дворы, виллы. Ой, елки-палки, я такой сейчас круг буду заворачивать. А следующий поезд, сколько в час зеро-три, если будет, конечно, смотрите, как красиво все величественно. Здесь какой-то отель. Ой, слушайте, здесь так спорт хорошо делать, да, две апартаменты и вакансия, две стелли, две звезды, смотрите, неплохие такие, отремонтированные. Так что, если будете проезжать в Веченцу, останавливаться. Боже, где я? Всем здоровья и добра. Как красиво здесь вход в виллу. Да, величественные, грандиозные виллы на этих холмах. Блин, девчонки, вышла вообще далеко от вокзала, спустила с этих крепостных стен и вышла вот здесь вот. Я в шоке. Как так может быть вот около этого интерспара с фитнес-клубом наверху? Раз я здесь, то зайду. Все равно теперь через час поезд в час зеро-три лучше я на солнышке посижу, поем брьёш и кафе. Видите, вообще вышла в другой стороне. Как такое может быть? Я не умею ориентироваться. Сама от себя в шоке. Надеюсь, хоть бар открыт на солнышке. Так жалко. Оказывается, бар закрыт. Я, видимо, спустилась вон оттуда, так я вижу вот этот вот замок, который я проходила. Спустилась вниз и поднялась по эскалатору интерспара супермаркета. Я в шоке. А бар закрыт. Это надо мне теперь идти в другой бар, что я целый час буду делать. Здесь такое солнышко. Вообще на солнце так жарко. Я разделась. Я вся такая разделась puls пески. И